Фильм о Бердске, об одном из его градообразующих предприятий, электромеханическом заводе, мог быть навсегда утерян. Но кинопленки сохранились и попали в руки к специалистам. Так документальный фильм «Наш завод. Дела и люди. Вновь достояние зрителя». Благодаря умелым рукам этих симпатичных женщин, разнородные пластмассовые детали станут единым целым в косметическом приборе «Ромашка». Финолента была снята к 30-летию завода. В ее финальных титрах – фамилия известных новосибирских кинодокументалистов. В наши дни фильм был подготовлен к показу отделом кинохроники Бердского музея, а также творческой мастерской «Киносибирь». Фильм собрал полный зал Дворца культуры Родины. Бердчане собрались, чтобы вспомнить прошлое, увидеть лица и город, каким он был в последние годы советской эпохи. Мне очень прям понравился фильм. Впечатление, конечно, я просто другими глазами стала смотреть и на Бердск, и на Бэмс. Показ приурочили к столетию героя социалистического труда Льва Ивановича Максимова. За всю историю три бердчанина удостоились этой высокой награды. Здесь прозвучало, что Льв Иванович был просто рабочий. Жизнь показала, что он не был просто рабочим. Это был рабочий с большой буквы. Город Бердск имеет специфическую историю. Большая часть материальной культуры была утрачена с переездом города на новую территорию в середине 20 века. Поэтому каждый вновь обнаруженный кинодокумент позволяет восстановить забытые имена и события.